здравствуйте студия владислав юрицын сегодня мы поговорим о переходе казахстана с коридоров север-юг на восток-запад у нас гостях айдархан кусаинов экономист здравствуйте здравствуйте я вас познакомлю с теми идеями которые бытуют в казнете суть их вот в чем в настоящее время главные товаропотоки пассажирские прочие касание север-юг-юг-север ну то есть как свои так и транзитом дальше по индию иран включительно а будет в 2030 году в основном с запада на восток из востока назад ну в частности вот европейский союз ищет коридор в обход россии на ваш взгляд насколько такие прогнозы соответствуют действительности я думаю они не соответствуют действительности но это во-первых я не знаю зачем этот разворот нужен вот принципиально первый вопрос зачем а второй вопрос какой потенциал вот этого транзитного коридора назовем его горизонтально через казахстан между китаем и европой я к тому что на самом деле этот коридор есть уже есть там через территорию россии там северный и сегодня рассматривается ну идея до нарастить смысле товаропоток между китаем и европой через там казахстан через море через азербайджан и там до турции и из турции уже заходить европу логика и пожелания да и стремление там сторон особенно там турецкой стороны она в этом плане понятно казахстану интересно поучаствовать вот разделить этот транзит до китайские из китая в евросоюз но потенциал этого маршрута он серьезно ограничен на самом деле ограничен в первую очередь там каспийский море ну так перевалка перевалка потом еще одна перевалка она там вроде как и небольшое море и второй момент смысле само по себе море там она у нас достаточно мелкая поэтому там морские перевозки тоже ограничены там но осадкой большой контейнеровоз туда не проведешь это больше такого там суда класса река море ходит в общем то да и поэтому вот это русское место есть а дальше развилка если его входить там по россии то это ну этот коридор есть северный через россию до нас здесь китай через россию в европу если двигаться в сторону там через ран ну то с геополитической там точки зрения этого просто такой достаточно спорный потому что у ирана отношения с коллективным западом тоже не самый блестящий вот примерно также как с россией поэтому грубо говоря идея понятно что из китая европу можно железной дорогой внутри континента двигаться но мы втыкаемся во первых в каспийское море и дальше если этот коридор рассматривать как альтернативу санкционным странам россии ирана тут то его обойти достаточно сложно вы попадаете в те санкционные страны а через него ходить ну достаточно дорого ну то есть это удорожает длине увеличивать время а вот смотрите может такой быть вариант что не то что много будут возить запад восток а то что мало станет что возить по север-югу ну например тоже мечтал европейские компании которые сейчас производят что условно там товары народного потребления клей какой-нибудь и так далее в россии они релацируются в казахстан здесь это все производят продают там в киргизии узбекистан таджикистан туркмению и соответствует этот товарная масса она уже не идет по север-югу здесь такой при не во первых я завершу мысль да по вот этому вот запад запад восток да я не говорю что это может этот маршрут там тупиковую никогда не за руку на самом деле работа уже работал он работает да и по нему грузооборот смысле растет товарооборот растет и это замечательно взять маршрут есть он работает единственное вот чтобы этот тезис у меня четко прозвучал да я его не отрицаю это маршрут есть он растет по нему потоки растут просто моя мысль в том что какую-то там глобальное экономическое изменение изменения транспортных потоков вот север-юг на запад восток не произойдет просто потому что есть ограничения да по вот этому маршрут конкретно через казахстан по казахстанскому да я не говорю там про альтернативы через россию но еще китайцы договорились все они кыргызстан узбекистан и что там еще там будет такой же коридор тоже 5 запада да настолько надо то есть это там один пояс один путь в принципе там вся идея идеология это пройти как я уже говорил через россию либо пройти через кыргызстан узбекистан и так далее то есть история есть направление есть потенциал по территории казахстана во первых нужно поконкурировать а существующий потенциал он ограничен чтобы как-то перевернуть до транзитный наш потенциал и транзитные направления что касается север и север-юг до вся эта история на самом деле нужно видеть и это уже становится просто очевидно да что торговые потоки замыкаются между китаем индии и россии ну не так неправильно говорится что мир фрагментируется и так далее да и соответственно экономические взаимосвязи будут расти вот у нас есть по сути там две крупнейшие но в топ-5 там индия по моему третье китай первое по паритет покупательской способности сегодня то есть это россия 6 экономика по паритету есть 3 5 3 1 6 экономики вот треугольника мы здесь стоим и скорее всего грузопотоки будут двигаться вот таким образом и кстати в том числе вот эти вот санкционные движения последний год показывает прямо рост серьезный рост потоков вот по вот этому треугольник и с этой точки зрения мы вот этот потенциал север-юг он как раз больше реализуется больше больше будет загружен это есть из точки зрения некой там глобальной безопасности потому что замыкание торговых потоков внутри евразии это понятно что основные потоки сегодня идут там через море как самая дешевые всякая такая история но на морях сегодня существует свои заморочки это и аукуста и милитаризация на самом деле тихого океана вот там блоковое противостояние вокруг там тайване все эти истории до аукуст который здесь был ближе в юго-восточной потому что австралия дальше вот то есть на самом деле для торговых потоков опять развивающихся стран то уже китае вот эти морские перевозки не скажу что они стали небезопасными но соображение безопасности скажем так повышаю требования маршрутом а значит все больше будет выталкиваться к вот этой внутренней логистики евразийской и в этом плане смысле казахстан со своей географии с севером-югом выгодно как выгодно смотрится а еще слышал что вот эти вот морские беспилотники которыми можно атаковать корабли это же получается оружие не только таких крупных государств и скажем так зловредных групп и морские перевозки могут стать опаснее соответственно больше будет денег требоваться на безопасность это опять же тоже повышает актуальность сухопутных коридоров да и в том числе даже но там учитывая всякую логистику рассматриваются история например что китайский транзит он может пойти вот так в иран и уже через иран и турцию попадать в европу ну то есть не море он там через пролив баланский канал здесь бам эльман баб дэнский вот то есть они заходят до портов ирана и потом через иран либо они вот идут смысле в турцию и так попадают европу уже железной дорогой через турцию и такие проекты рассматриваются то есть на самом деле история вот это вот изменение путей они достаточно интересно но в этой географии вот 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 в этой географии изменений да я вижу что первых даже потенциал вот этих транзитов север-юд для казахстана вырастает во первых а во вторых он он имеет серьезный он не имеет таких ограничений как вот этот вот срединый маршрут поэтому подытоживая мысль все таки я думаю что потенциал во первых север-юд нельзя списывать нужно понимать что в принципе у него есть потенция просто серьезная и нет вот этих вот затыков но есть конкуренция второй момент это то что вот этот середины коридор он наверное интересен но с точки зрения вот логистики да для него есть очень много альтернатив во первых а во вторых в нем есть вот это бутылочное горло или там каспийское море переход который ну достаточно сильно снижает его привлекательность при этом коридор есть эти а вот геополитические риски но в основном рассматриваются когда коридор запад-восток там вдруг кавказ полыхнет а если например китай и евросоюз поссорятся тогда получается товаропотоков тоже станет меньше а вот а евразия она в этом смысле ну как евразия без европы то есть она в этом плане всегда будет евразии там всегда будет кому чем что торговать абсолютно точно поэтому там движение будет то есть там чем сильнее грубо говоря будет фрагментироваться там пространство геополитическое а это будет происходить я думаю ближайшие там 10 лет как минимум тем активнее будет расти вот внутренние товарообороты внутренние потоки и смысле эта история она видна она видна в статистике на самом деле одна она видна еще и не только в контексте вот там украины но сиюминутного ситуативного кризиса она видна в контексте смысле вообще вот этой истории развития там того же брикс который развивается достаточно давно но и там в россии идеи китае да то есть это тот самый треугольник вот и с точки зрения там и взаимодополняемости то есть здесь энергоресурсы здесь товар чем сильнее там запад отключает россию и китай допустим от своих товаров но тем активнее эти товары будут двигаться внутри вот поэтому мне кажется что геополитически сегодня понятно вот эта история потому что но с одной стороны европейцы хотят все-таки вовлекать казахстану больше к себе то что мы обсуждали до коллективный запад у нас сша приезжают какие-то плюшки обещает там если что вот то европейцы говорят вот какие-то плюшки будут и затягивать существующий поток товаров он в текущем моменте это геополитически с точки зрения рекламы с точки зрения рассказов важно нужно и наверное эту идею продвигать нужно да то есть вот с точки зрения опять заявлений каких-то политических но с точки зрения реального экономического потенциала я не думаю для казахстана вот я подчеркну для казахстана этот коридором такой достаточно спор для друг других стран да есть ну надеюсь нашим зрителям картина стала понятнее потому что вот такие спекуляции спекуляциями а когда вот на землю но здесь еще по моему другой фактор вот непредсказуемость вот у вас есть например картина что будет 2024 году в голове вот по тем же товаропоток все будет хорошо в смысле вопрос нет здесь я здесь очень важно посмотреть да если мы делаем шаг назад и смотрим на реальные там какие-то долгосрочные тренды чего мы никогда не делаем практически особенно в казахстане до психологически очень трудно мы помираем вот в этой сиюминутной информации быстрой информации да то здесь шагнуть назад то там в контексте там 10-20 лет в принципе все очевидно и это было понятно еще там 10 лет назад как это будет происходить как я уже говорил вот и счет товарооборот между странами берем брикса он просто обречен был там расти еще там можно сами экономики здоровее да уже в 14 5 до во первых они здоровеют во вторых 14-15 году уже было понятно да что коллективный запад будет останавливать их развитие известно что в пятнадцатом шестнадцатом году на индию санкции накладывали потому что она хотела покупать с 4 с 400 с 500 у россии более того у индусов есть совместное предприятие абрамос по ракетам вот российское индийское предприятие в индии они делают смысле лицензионные российские ракеты продают по всему миру сверхзвуковые но не гиперзвуковые сверхзвуковые и они сделали это сп и против индусов там накладывали санкции хотя они обеспечили обеспечивали свою за безопасность история там глобальной торговой войны которую еще трамп начал против китайцев да со всякими пошлинами с 14 года россия под санкциями иран под санкциями с какого-то там лохматого года который активно на самом деле продавал свою нет зарубе и юани в иран и в индию в китай в китай уже десять лет назад было понятно что вот эти экономики растут и они станут скоро лидирующие первое второе что запад так или иначе будет сдерживать их развитие в том числе и санкциями да и третье что в принципе они все взаимодополняющие россии но брикс куда иран не входит на теперь он там поэтому история того что этот товарооборот будет замыкаться на них и так далее что это будет пластеризоваться так или иначе это все равно было понятно да и то что сегодня продается что это какой-то результат украинских войн или санкции против россии это не результат эти вещи просто ускорили процесс и сделали явно на самом деле процесс пошел давно поэтому если мы отойдем то в принципе определенность совершенно точно есть когда вы меня спрашиваете что будет двадцать четвертом или двадцать пятом году для обсуждения транзитного коридора в смысле один год это ничего не значит один год может быть какое-нибудь падение чего-нибудь товарооборота но в горизонте хотя бы пяти или семи лет очевидно что этот поток будет расти и соответственно вот вот эти потоки они гораздо более интересны и они имеют потенциал к росту и это совершенно объективная реальность неизбежно предопределено на ближайшие 10 лет даже если кто-то из этих стран будут сопротивляться кстати большое спасибо у нас гостях был айдархан кусынов мы разбирались с коридором север-юг запад-восток до свидания спасибо